Из квадрата, 2N на 2N, вырезать как можно больше полосок прямоугольникового размера 1. Если мы расположим наши полоски трехклеточные вот так, то очевидно это оптимальное расположение, потому что осталась всего одна клетка. Их 5. Можно, конечно, вот так расположить, но тогда будет меньше, тогда всего 4. Хорошо. Если N, это у нас тройка, тогда нужно рисовать квадрат размером 6 на 6. И здесь интересный вопрос. Здесь очень интересный вопрос, потому что таким способом несложно довольно много положить полосок. Посмотрите, раз, два, видите, да? Вот эти две четыре. Да, это такая же ситуация. Именно, конечно, это в момент перехода, потому что если мы будем как в верхнем способе две отборки использовать, то у нас каждый раз... Вот, вот, вот. Вопрос. Есть ли способ использовать эти четыре клетки? Почему это расположение оптимальное? То есть я, конечно, тоже могу положить стопочкой. Давайте посмотрим, что будет, если стопочкой. И у меня опять останутся свободные клетки, к сожалению. Сейчас посмотрите. Четыре штуки, потому что... Да, да, да. Опять остались четыре клетки. Опять остались четыре клетки. Итак, вопрос. Можно ли лучше? Кто-нибудь знает? Что такое лучше? Поскольку у нас здесь полоска из четырех клеток, лучше, это значит, всю доску, 6 на 6, замостить четырехклеточным помолком. В принципе, конечно, можно перебором посмотреть, как там что, но это неинтересно. Особенно, если я потом скажу не 6 на 6, а 10 на 10. Еще лучше 14 на 14. Можете доказать, что... Там перебором уже невозможно, перебором не получится. Там есть идея раскраски. Давайте я эту раскраску торжественно наносу. Раскраски будут, если хотите, в четыре цвета. Если хотите, в двадцать. Я начну с раскраски в четыре цвета, а потом покажу, как можно было обойтись всего двумя цветами. В четыре цвета это вот так. Понятно, что я делаю или нет? Что я сюда напишу? Четыре. Нет. Пять-четыре. Конечно, четыре. А сюда? Три. Четырёй. А сюда? Четырёй. 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 Когда вы в произвольное место кладете полоску из четырех клеток, то присутствуют хоть по горизонтали хоть по вертикали в любом месте все по одному разу цвета согласны? если бы нам удалось все заложить четырехплеточными полосками то единичек было бы столько, сколько полосок и двое, сколько полосок и трое, сколько полосок и было бы всех полным замечательно давайте посчитаем сколько на этой картинке раз присутствует единица по диагонали шесть раз здесь два раза и здесь два раза сколько единиц? единичек десять штук а двоек сколько? по диагонали пять раз здесь вот три раза и двоек девять а троек сколько? восемь раз, два, три, четыре пять, шесть, семь, восемь девять четырех девять господа, это разные числа то есть должны быть четыре одинаковых числа а здесь есть неважно что важно, что не все они одинаковые поняли? кстати, видно, что при оптимальной расстановке полосок из четырех клеток у нас обязательно хотя бы две единицы останутся понимаете, почему? потому что количество полосок не может быть больше чем количество троек в каждой полоске должна быть одна троек если троек восемь штук значит полосок больше чем восемь штук не бывает обязательно должны остаться хотя бы две единички и двойка и четверка да все понятно? ну, это мы решили задачу для двух и трех кстати, а что вы для единицы не решили? ну, для единицы наверное, все совсем очевидно, да? там просто квадрат два на два так, еще я обещал рассказать решение при помощи раскраски в два цвета вот интересно кто-нибудь собрадил? ну, вместо одного и трех один если это двух четырех два ну, вот не стоит потому что как раз когда восемнадцать и восемнадцать будут равны нет, я это как-то видно по-другому скорее один и два это один цвет а три и четыре другой один и два это один цвет а три и четыре другой да? да ну, в принципе так можно да вы должны забавное а справа давайте посмотрим как же вы хотите вот это я все единицы и двойки да? да единицы и двойки хорошо так и что еще е насечения и двойки и вот так да? и внизу это вот так ну придумать такую раскраску непросто значит каким свойством она обладает когда полосу кладешь четырехклеточную обязательно две клетки да? но при этом у нас покрашено девятнадцать клеток понятно, да? ну что невозможно если бы все было как в полосках потому что в каждой полосе вверхе опять девятнадцать словами не двойки так это ну, соответственно правильно а с другой стороны повторяю раскраска какая-то такая довольно нежная хотя раскраска господа можно было сделать очень просто можно было раскрасить вот такие вот квадраты давайте закрасим вот эти квадраты один цвет а остальное один цвет если у меня вот это покрашено 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 а вот эти не покрашены когда вы кладете четырехклеточную полосу сколько будет две понятно да две закрашенные две не закрашенные значит если бы все было в полосках то закрашенных и не закрашенных было бы порвано а вы видите что здесь пять закрашенных квадратов от 1 на 2 и четыре не закрашенных то есть не формы решили мы одиночку решили так ну и теперь обещанное н больше четырех для какого н наверное для четырех все-таки шахты придут приставать привычно и быстро поэтому я нарисую процедуру когда н равно четырех положим ага дальше еще раз еще раз дальше надо нет дальше мы поворачиваем на 90 градусов и опять ее кладем на н-1 штук опять на 90 и опять на н-1 штук квадрат 2 на 2 почему сейчас очевидно что это оптимально да потому что четыре клеточки это меньше чем 5 меньше чем н-1 у нас полоска 1-1 а 4 меньше чем н-1 когда н-4 значит при всех н больше или равных 4 вот так такого типа то есть когда здесь н-1 на штуках а здесь н-1 такая штука дает оптимальное положение ну а для маленьких мы все ситуации сон а и Продолжение следует...